Швейная машина Майстер 173, производство завода в Швайнфурте, Майстер, ну и это у нас Майстер Программатик. Внешность мне вот она напоминает, ну, чайки, возможно, действительно с неё как-то была скопирована внешность чайки, но это как бы предположение. Ну и посмотрим, собственно, саму машину, что делали в Германии в 73-м году, а машина у нас выпуска, я так думаю, 73-го года, к ней имеется квитанция 8 января 74-го года, она куплена. Ну и, в принципе, пользовались ей довольно-таки мало, поэтому сохран у неё очень даже хороший. Посмотрим для начала, пожалуй, на механику, каким образом она сделана. Я вот думаю, надо ли показывать или не надо эту машину, но кое-кто, скажем так, сказал мне, типа ничего лишним не будет. Ну и так, собственно, выглядит сама механика. Типичным для вот машин фермы Майстера это то, что у них мотор располагается внизу, и от него идёт такой вот большой ремень на шкив. Шкив здесь бакелитовый, и имеется фрикцион, который также классически закручивается. Вот здесь всё это видать. Также ихней особенностью есть то, что у них не применяется коленвал, а применяется просто прямой обычный вал, на него накручиваются такие вот как бы эксцентрики. И вот так вот оно всё у нас и работает. И интересным является у него переключение режимов. Оно называется программатик, в принципе, всё это здесь и запрограммировано. Прямой стежок, зигзаг, больший, ещё больше, ну и так далее. Происходит всё это за счёт вот такого механизма. Здесь у нас имеются зубцы, ну и само как бы колесо копира, на котором расположены образцы стежков. Ну и когда мы переключаем режим, то у нас вот эти зубцы, нужный зубец становится в переднюю позицию. Соответственно, нужное колесо приходит в движение. И при работе машины крутится, соответственно, колесо копира. И нужный зубец, попадая на него, передвигает игловодитель, создавая тем самым нужный зигзаг. Вот мы, в принципе, это и видаем. Либо вот у нас трёхукольный зигзаг, то есть один, два, три. И мы видим, как пошагово передвигается рейка игловодителя, направителя. Машина, должен сказать, работает очень даже тихо. Ну, правда, один минус есть. Мы вот здесь видим на вилке, отвечающей за транспортер материала, длину стежка. Здесь какие-то пластиковые вкладыши, вот эти стали. Вот мы видим. Ну, это, конечно, не есть хорошо, хотя, несмотря на возраст, всё это работает равно, как и вот эта вот шестерёнка у нас. Здесь имеется спиралька, которая обеспечивает вот такой вот... Не сказать, что неприятный, а даже наоборот, ход. Вот. Поставим на прямой стежок. Ну, здесь у нас есть ещё вот такой вот рейтинг. Ну, это у нас шитьё просто в левом положении иглы. Ну, а это у нас средняя, то есть прямой стежок, самый обычный. Вот. Мы видим, здесь ничего не двигается. Ну, и работает, кстати, машина сама очень даже тихо. Упс. Ну, и в левой половине, в левой половине заодно посмотрим на то, как выполнена, как бы реализована замена лампочки. А замена лампочки здесь очень такая простая, но я здесь сделал наклейку для, возможно, будущих хозяев машины. О том, что лампочка здесь Е14, но самое, что ни на есть, обычная. В моём случае это всегда светодиодные я ставлю. Вот тут оно всё. Мы видим, как двигается. Здесь у нас такая вот дюралевая конструкция, держащаяся на двух тут и тут штифтах таких вот. Ну, и, собственно, втулки. То есть здесь не как на современных всё из одного материала, а для игловодителя Экстра. Здесь есть, так, втулки. Вот, видим. Ну, и вот так вот оно, собственно, и двигается. Что касается освещения, имеются лампочки различные. Больше проблем делает всё-таки байонетный цоколь B15D. Вот такой вот. Потому что вот это вот у нас расширение цоколя, но оно не всегда позволяет вставить лампочку в патрон. Поэтому там иногда приходится оставаться всё-таки на классических накаливаниях, потому что у них именно вот прямой вот этот вот цоколь без расширения. Без расширения. Ну, либо есть силиконовые лампочки. Силиконовая лампа такая, она что-то наподобие вот этой. Ну, это силикон. Вот у них более такие нормальные цоколь, и они больше как бы дают свободу в этом плане. Ну, и сами лампочки, они вот могут быть либо такие, либо такие. Но я предпочитаю такие вот три типа. И смотрю по, соответственно, самой машине, какая лучше встанет сюда. То есть, либо тёплое свечение, либо холодное. Различная интенсивность. Ну, вот это вот, как правило, оно не совсем подходит для таких. Хотя можно и такую взять. Ну, и там B15. Вот тёплое холодное свечение. Здесь вот я решил поставить вот такую лампочку. Светит она вот так. Всё, в принципе, хорошо освещает. Ну, и сама машина, кстати, она тоже тут далеко не... Ну, то есть, мало её использовали. Хорошая сохранность. Ход у неё тоже очень тихий. Пожалуй, закрутим машину. И весьма интересный такой нитинутяжитель. Попробуем же заправить машину. На ней, конечно, есть стандартные вот эти маленькие штифты для нитки. Но я это не особо предпочитаю. Потому что штифты эти, опять же, слишком маленькие. Ну, на каких-то там уже крутящиеся такие, типа, поддончиков под катушки сделаны. Но я использую вот такие вот подставки. Где-то на штанге всё это. Ну, и, соответственно, конус катушки. Это у нас нитка Bixam. Bixam 120-я оверлочная. Ну, и, пожалуй, заправим, продев нить сверху. Вот так вот через такой вот хрюшкин хвостик. Город Швайнфорд, в котором она сделана. Это, кстати, и образуется от слова швайн. То есть, свинья, свинка. Швайн – это всё-таки свинья. Свинка – это какой-нибудь швайнхин и так далее. Ну, и символ города – это и есть, конечно же, свинюшка. Всякие там различные цветные и так далее. Так, и посмотрим на нитинутяжитель. Вот мы здесь видим моргалку. Вот так. Вот так вот раз. Продеваем. И вот у нас моргалка вот таким вот небольшим ходом, но начинает действовать. Ну, и в самом случае, соответственно, нити притягивателя две дырочки имеются для того, чтобы можно было сшить двойной иглой. Ну, и сам, конечно же, челнок позволяет это делать, ибо он вот такой здесь вот горизонтально. Есть в таком положении передвигающийся. То есть, передвигается всё и игловодитель, и сам челнок. Всё это, например, как на машинах «Виктория». Но здесь этого нет. Также у машины здесь имеется рычажок. Включение и выключение транспортера материала. Ну, переведём его в положение включено. И видим здесь, что оно у нас поднимается всё как надо. Заправим нитку дальше. Ну, всё здесь классически. Классическо производится вся заправка. И в иголку. Да. Всё, вот так. Что-то, кстати, касается... Ну, достанем нижнюю нить. Вот. Всё тут как надо функционирует. Что я хотел сказать про длину стежка. За этим регулятором стоит шайба, которая, вот мы видим, на рычаге реверса. Она меняет его положение. То есть, соединена пазами с этим регулятором. И шайба меняет вот это вот положение рычага. И за счёт, собственно, вот так вот мы можем даже вручную, если бы теоретически, вручную на цифру 5. И вот так вот, если переставлять, то можно было бы тоже менять положение рычага и, соответственно, длину стежка. Посмотрим на машину в действии. На примере. Ну, строчка у неё очень красивая, хорошая получается. Мне нравится. Сами машины фирмы Майстер я не особо так вот долюбливаю. Но это она мне понравилась. Так, прямой стежок. Ну, пускай будет 2, примерно с половиной миллиметра. Так. Оставить или не оставить лампу? Пускай будет оставить. Очень тихо и спокойно работает. Такое может только нравиться. И посмотрим на саму строчку. Конечно, белыми нитками не особо. Так. Ну, тут небольшая эта самая. И сделаем побольше, пожалуй, длину стежка. 4. Большой такой ход реверсом. Так. Ну, и здесь мы, собственно, видим. Ну, реверс здесь, вот эта закрепка видно. В принципе, всё это очень даже хорошо получается. Нижняя нить. Ну, и посмотрим. Самый маленький зигзаг. Что тут у нас? Нитка закончилась, что ли? Упс. Вот вам и происшествие. Ладно, возьмём Другую. Полная катушка. Да. Ну, я всегда Сытно и полностью наматываю шпульки. Наматываю шпульки. Так что это здесь можно сказать, что полная шпулька уже И сшила себя. Достанем нить. По классике. И проложим ещё одну строчку. Рядом. Верхняя нить-то она Почти никогда не закончится. Очень много. А нижняя вот имеет такую тенденцию. Вот мы видим зигзаг. Ну, тут немного нити натяжения, наверное, пожалуй. Либо длину стежка. Чё-то она в этот раз не особо хочет сниматься. В прошлый раз я её снял, в принципе, но там попало кое-что в объектив. Это у нас уже зигзаг второй по длине. Пошёл. Второй по длине. Ну и здесь мы уже видим Как бы Возьмём другой, что ли, обрезок. Последние ширины и зигзаг, пожалуй, Прошьём. И самую пятёрку. Ещё раз скажу, конечно, говорил, Но скажу ещё раз, что машина Очень тихо работает. Вот прям как по геометрической линейке всё у неё. Ничего не пропускает. Больше. Это мне тут пришлось К этому руку приложить, так сказать. И посмотрим, пожалуй, На трёхукольный зигзаг Максимальной ширины. Вот. Меняем режим И смотрим. Здесь длину стежка Можно меньше миллиметра поставить, Потому что здесь Поскольку это трёхукольный, Здесь всё-таки вот раз-раз, Вот так вот. И увеличивается Как бы ширина, Длина этого всего И Проложим же Горчатся-таки, работает просто. И посмотрим. Ну, выглядит, в принципе, Очень даже нормально. Возможно, камера не сможет передать. Но у меня вот такое сейчас чёткое видео, Потому что много света использую. Об этом нужно думать и не забывать. Ну и посмотрим. Следующий Вид стежка. Так. Ну, вот такое вот у нас Чудо получилось. Шитьё, а потом в левом положении иглы. Посмотрим. Ну, тут немного она съехала на зигзаг. Ну, вот тоже всё получилось, Как от неё и ожидали. И отдельный элемент У неё вот этот. Так называемые вспомогательные Режимы Для пошива петель. Ну, это как бы Такая вот маркетинговая штучка. Была Уже тогда На машинах. И попробуем пошить такие петли За Крепочный режим Зигзаговый. Ну, тут оверлок, это не этой машины. Так. Вот так, видимо. Раз. Ну, и чё тут у нас? Просто дополнительный такой же зигзаг Вышел. То есть, это один из двух режимов Петельного Режима. А второй, это просто Вот так. Зигзаг, но делающийся не посередине Маленький зигзаг, а По левому краю. Ну, и для того, чтобы Это всё Как надо Сделалось, нужно было Вот, передвигать Ткань. Насчёт, кстати, универсальных лапок Вот этих Лапок вот этих Прикрутить сюда Держатель Универсальной для лапки Можно было бы Понизив, конечно, что к лапке Но Вот это вот отверстие Тут оно Так, знаете, себе Расположено По-своему Ну, и здесь Вот Вот в такой Плоскости расстояния Между там Игольной пластины Но оно здесь другое И машина Сделана тоже по-другому Так что здесь Не особо Разгуляешься Ну, прямосрочные Какие-нибудь лапки Можно было бы поставить А так Ну и бонусом Посмотрим вниз Машины Вот Ну, сыном Пожалуй Шпольку Видим здесь Мотор Французский Мотор Александры 73-й год Про него я там Ещё немного скажу У меня Хускварна была Там такой же План Мотор Этот Александр И какой у него звук Ой-ой-ой Это Надо было Сейчас Обрежим нить И слышим фляск Такой вот Ну, это в принципе Упс От Челнока Был А так Вот при таком Запуске машины Ну, мы здесь слышим Конечно Чувствуем вибрацию Вот это вот всё Но Звук уже куда более Тихий И вот Раз уж мы Разобрали челнок Это относится Скажу Про обслуживание челнока И что это относится В принципе К тем Обязанностям Пользователя Вот Которые он сам Может проводить И это Вот таким образом Мы вынимаем челнок И вот здесь вот На его ребро Капаем там Одну каплю масла Закладываем Ручную Прокручиваем Чтобы он там Всё распределилось Ну Педалькой В такие моменты Пользоваться Далеко нежелательно Оно там может Заклинить И мало хорошего Вот Челнок Вот этот Полумесячной формы Вытаскивается Ну тут всё это Можно бензином протереть Кисточкой от пыли Почистить Там возможно С пылесосиком В комбинации Каплю масла туда И Крышечку Закрываем Потом Ну и всё Оно у нас идёт Функция Подключение Транспортера Вот мы видим Штифт Он отключается Транспортер падает вниз Тут пружинка И двигается внизу Но не попадает наверх Таким образом У нас Шитьё без транспортера Ну либо там Вышивание Вышивание Ну и тут В принципе Все эти Места И сочленения Видны Которые Нужно смазывать Под вот этой крышечкой У нас находится Пластиковая шестерня Челнока Её смазывают Лучше силиконовым жиром Каким-нибудь Например Потому что Обычный Он бы её Пораньше Привёл К смерти Да и в целом Как бы Эта шестерня Она предназначена Для того Чтобы если Чё где заклинит Она приняла На себя Управлять удар Приняла На себя Вот И Машина Выжила Но И заменить Её тоже можно Они продаются На том же самом Алиэкспрессе И второй Второй момент Касаемо Работ обслуживания Которые можно Производить самим Да и нужно даже Это раскрутка Игольной пластины Вот она тут Ну Не сильно Так оно всё затягивается И не сильно Нужно затягивать Просто чтобы держало Это Блюс-минус То же самое Что Зубы почистить Да Таким образом Откручивается На современных машинах Оно ничуть не иначе Всё это Ну и вот Мы здесь уже видим Что здесь Накопилось Немного Тут ворса У меня тут Такая вот Большая кисть Шурупчик Улетел На клавиатурку Вот Почистив Зубы транспортера Ну Здесь ещё Вот между Сегментами Тут Тут Вот Скапливается Ворс Который превращается Потом в войлок Если всё это Вовремя Не протереть Ну и Посмотрим На работу Челнока Как он Захватывает Нить Верхнюю И выдаёт Так Раз И подхватилась Нить Ну да ладно Тут я не люблю Ну как правило Я всё-таки Откидываю Саму машину Назад Потому что Мне так удобнее Заменить Нить Вот Покажу Вкладываем Шпульку Всё это Шито Белыми нитками Как говорится Шпульку Ставим Сюда Ну наверх Пока что Не достаём Ну и После того Как мы здесь Всё Почистили Кисточкой Возможно Пылесосиком В таком же обратном порядке Ну то есть Если вы боитесь Поставить его неправильно Вот шурупы Если мы положим Вот так Здесь мы во-первых Не видим никакой картинки И она Ну может быть И встала Конечно же Но здесь шурупы Как бы вы сюда Не вкрутите Поэтому Вот так вот Ставим шурупы Для начала Наживуливаем Туда Ну и потом Равномерно Постепенно Закручиваем Здесь у нас Проходит ткань Так что Не нужно там Особо их как-то Повреждать Всё это так вот Насколько Вот так вот Пальцы Могут закрутить Ну чуть-чуть Смотря какие пальцы Но в моём случае Просто Вот насколько Вот так вот Пальцами Можно закрутить Настолько я и закручиваю Потом закрываем Всё это В этом месте Кстати тоже Здесь Может скапливаться Там и ворс И прочее Ну Кисточкой Пройтись Это всё у нас Как бы левая часть Машины Ну и рассмотрим На моталку Вот видно Ну вот так Камера зафиксирована Значит Когда мы Либо Поменяем Иголку Иголку Либо там Что-либо Такое Ну И машина Если включена То лучше Всё-таки Её так вот Раскрутить Фрикцион Потому что Тогда она Вот Закрутится Но не будет Сама Приведена В движение При этом Достаем Нитку Из иглы И прочих Мест Данной машины Вот так Мы Прокручиваем Её через Нити натяжитель Ну Через Это Ушко Тоже Проденем Натяжитель И Вот так Белых Нитку У меня Намотана Возьмём Темно-серие Цвета Волка Нитки У меня Нитки Как бы Большими Этими Самыми Конусами Содвадцатка Их Во-первых Просто Не наденешь На эти Маленькие Штифты А во-вторых Ну так Лучше Получается Когда Брать себе Вот такую Экстра Экстра Подставку Для ниток Лучше Получается Ну вот В деле Потом Здесь пружины Нет Здесь только Носик Такой Вот носик Ставим Вперёд Вперёд Чуть-чуть Держим Нитку Чуть-чуть Намотываем Потом Ну здесь Я ставлю Но в целом Я отрезаю Допустим И мотаем Полная катушка Вот она И таким образом Несложным Образом Оно всё и делается Так Ну пожалуй На том всё В принципе Прикасаемо Данной машины Посмотрим Пожалуй На инструкцию Коротко Класс 73 Класс 173 Семестри Это Отдельно стоящие А класс 173 Это вот Такая вот Платформенная Майстер Верка ГМБХ Швайнфорд Ну это Бывшие ГДР Инженеры Я слышал Перешли туда Сделали там Свою эту фабрику Ну и вот Как бы Майстер Тоже у них свой Такой слегка специфический Почерк исполнения Этих машин Ну Как-нибудь Отсканируем Может Ну на том В принципе Всё Я думаю Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok